Сергей Степанович, можно вопрос? Вы сегодня, Сергей Степанович, назвали фамилии уже покинувших команд футболистов. Если Соляникову Каськову более-менее понятно, то можно прокомментировать и тот Франции? Почему? Только как бы вышел он после травмы и уходит. Франция в целом, он достаточно неплохой нападающий. И я думаю, что он в принципе мог бы нам быть помощником. Но можем опять повториться в том, что должно, во всяком деле, нужно такое хорошее стечение обстоятельств, чтобы все хорошо складывалось у человека. У него здесь у нас как-то никак не складывалось. Потому что он пришел с первого дня, не с первого дня, а где-то в первые дни после подписания контракта, он получил травму. Причем какая-то травма такая была, аж оказалось, что это через три дня человек будет играть. В итоге он из-за этой травмы пропустил два месяца, потом вышел, что-то сыграл, помог нам, конечно же, и потом опять эта травма. То есть мы понимаем, что может быть нужно ему поменять обстановку, но может ему тут не складывается. Но в любом случае, там он сыграл две игры с Карпатом и с Арсеналом. И, в принципе, его помощь практически окупила или оправдала его пребывание в нашем клубе. Можно? Роман, еще вам вопрос. Вот смотрите, вот в этой списке, которую вы нам дали, уже Дематас полузащитник. Отначально он был заявлен как защитник. То есть, реально он играл и впереди, и сзади, и он физически очень готов хорошо. В этой связи у меня два вопроса. Первое, что как бы вы его перепланировали, брали в одну функцию, а потом дали ему другие. И второе, какое вы дали задание футболистам, надеюсь, на вот этот месячный перерыв. Некоторым, видимо, вы давали задание потянуть по физике, чтобы хотя бы так же быть хорошо подготовленным, как Дематас. Спасибо. По Дематасу так по частям, по порядку отвечаем. По своему паспорту футболиста он вообще защитник. В сборной, по молодости, он был крайний защитник. Еще и лучший защитник чемпионата мира. 2004 года был. Да. Он чемпионат мира среди молодежных. Или юношеских. Юношеских. Юношеских, да. Я вам говорил по поводу Дематаса. Когда я сюда пришел, я поанализировал, смотрел и изучал всех футболистов. И, ну, поначалу, я честно скажу, я ничего не видел. Ну, признаюсь вам, как есть. То есть, как себя футболист ведет, как он способен учиться, как много-много-много вещей. Я не видел его. Я много с ним разговаривал, потому что я видел его старания. А когда человек старает, он просто, он готов, ну, умереть ради этого дела. И, конечно, такому человеку хочется помочь. Но на первых порах просто, ну, ничего не получалось у нас. То есть, я практически ничего не видел. Но потом как-то вот постепенно какое-то улучшение было. Даже вот оно наступило какое-то такое резкое, после того, как, ну, как бы мы почти для себя приняли решение, что мы как-то некоторое время должны, ну, быть, быть не вместе. Да. И вот после этого, видно, что-то он осознал. Возможно, как-то что-то произошло, потому что, ну, это, как бы, преображение неимоверное. Неимоверное. Я даже вот в своей, скажем, тренерской карьере я такого вот не встречал, чтобы так вот человек преобразился. Но сейчас я этому очень-очень рад, потому что я понимаю, что мы имеем футболиста хорошего уровня. И футболиста, способного дальше-дальше прогрессировать и вырастать в мастер. Да. У него для этого есть очень многое, хотя, конечно, многим вещам нужно научиться. Что касается готовности Дематоса, то тут я с вами не то, что принципиально не согласен, потому что мы с вами часто так поспариваем тут, да, ну, это интересно. Я вам скажу, что Дематос как раз очень слабо готов. Он готов слабо. И как подтверждение было, ну, как-то, если анализ вот этих, вот этого периода, что он играл, то готовность его как раз не на должном уровне. Но он за счет включения каких-то морально-волевых качеств, там все, но сыграл он неровно. Если бы он играл игры с таким, скажем так, настроем, и вот так, чтобы он выглядел как, например, ну, игра с Таврией, ну, в каком-то возвышенности такой какой-то он. Ну, приятно было смотреть, и видно, что это спортсмен. Но я уже приводил, наверное, здесь, на пресс-контреансе, я не помню, что он спортсмен, потому что видно, когда он бежит с мячом, или он вообще перемещается по полю, то это видно, что это атлет. Да, мы как раз сравнивали Ковальчуков и Дематоса. То я сказал, что если бы Дематос, если бы Ковальчук Сергей мог перемещаться по полю так, как Дематос, и был такой агрессивный, то он был одним из лучших игроков вообще здесь, в чемпионате. Так что вот по Дематосу такая ситуация. А то, что мы его, как бы, переквалифицировали, то я думаю, что это, как бы, такой удачный ход, потому что было видно, что ему проще сыграть более атакующего игрока, чем защитника. Да, и как раз его мы смогли лучше использовать на позиции атакующего такого флангового игрока. То есть мы нашли ему его место. Но я думаю, что он должен одинаково успешно играть и на позиции крайнего защитника, если он сможет и тактически, и все вот эти вещи, скажем так, доучить, доработать. Потому что когда я понимал, что человек чемпион мира на позиции крайнего защитника, я думал, что что-то я не понимаю в футболе. Потому что человек практически на позиции защитника почти ничего не знал, что там нужно делать, и как делать, и в какое время. Так что понимаем, что футболиста мы имеем. Сейчас он лучше выглядит на позиции крайнего, скажем так, полузащитника или нападающего. Но я думаю, даже я больше чем думаю, почти уверен, что он может и на позиции защитника сыграть. Будет очень полезно, очень правильно. И мы вообще подниматься, скажу, что очень рад, что так все у нас перевернулось, и очень надеемся на него. А как реабилитация с гуртужаном? Ну я не думаю, что тут могут возникнуть какие-то проблемы. Даже смело об этом говорю, там застучать нужно, конечно. Потому что так долго не может быть все продолжаться, чтобы были травмы какие-то. Ну все станет на свое место. И буртужан будет здоров, и он с весны будет здесь показывать хороший футбол. По буртужану, буртужан пришел к нам за старелой травмой, которая дала свою рицию у нас. И последние игры до Харьковского, до игры с металлистом, буртужан играл у нас на уколах. Это я сейчас могу сказать. И практически буртужан был готов выйти на игре с Днепром. Но посмотрев на то состояние поля, в котором мы, честно говоря, не рискнули. Потому что мы боялись, чтобы не произошло ухудшение. Потому что поле в Днепропетровске, конечно, это отдельная песня. Ваш вопрос. Два вопроса, Сергей Степанович. Первый подсказ по полю. Принимаются какие-то упреждающие меры, чтобы не было такого в Днепрево. И почему тут такое произошло? Это один вопрос. И второй вопрос. В городе идут много споров в ходу подстанции в парке Шевченко. И одна из ссылок на ее необходимость. Она нужна в стадионах. Она вам нужна вообще? Мы же без нее обходим сейчас. Вот у нас стоят дополнительные дизель-генераторы. Мы еще укрепляем и все остальное. И стадион мы же тоже, когда рассчитывали проектную мощность и все остальное, мы же тоже учитывали энергосбережения и все эти вопросы. Но я считаю, что городу, например, эта подстанция нужна. Потому что мы от этой подстанции, поймите, она не будет работать чисто на стадион. Она будет работать, ну, процентов 8 будем говорить о своей мощности. Это мы будем потреблять. Там еще был у вас вопрос. А, по полю. Ну, есть регламент. По состоянию поля и возможности по ней принятия игры принимает решение делегат матча. Нет, а почему не произошло такое? Там специалисты работают. Почему вдруг? Ну, я же не специалист в этой области. Но я говорю, кроме того, что мы вышли на поле, там еще, ну, там, зад, оно не гниет. Ну, такое же поле металлисты было. Они вот тоже там что-то исправляют. Металлисты, они сейчас положили новое поле, но с частью искусственного газона. У них там есть искусственная трава и идет натуральная трава. Надеемся, что у нас будет все нормально. Может быть, одна из причин, что вот нет вот этого открытого пространства такого, что там все закрыто, как зал практически получается. У нас же оно есть. Я думаю, что это очень спасает. Поэтому эти ультрафиолетовые лампы, эти супермодные технологии, все остальное, они не всегда спасают. Трава должна расти естественно. У нас поле, которое мы заказали, оно росло у нас год. И буквально, как мы ее только постелили, мы на какой-то, я не помню, на пятый день мы его уже стригли. А уже известны какие-то команды, с которыми Черноморец играет в турецких сборах? Пока точно бы не стал называть эти, потому что есть предварительные договоры. Но если я сейчас начну называть клубы, как-то будет неправильно. Мало ли еще, на том уровне они не договорились. Возможно, клубы не хотят, чтобы об этом шла речь. Так что, ну, чуть-чуть отложим. Спасибо, Сергей Степанович. Людмила Ледневская, Одесса Спорт. По уходу летней осенней части чемпионата в организационном плане произошли изменения со стороны Премьер-лиги, в свете которых одесские телевизионные журналисты получили запрет на съемку игровой части, собственно, футбольного матча. Ваша оценка, невозможен ли какой-то диалог с Премьер-лигой? Как вы думаете, где-то получают видео, либо пересмотреть эти условия? Потому что, на наш взгляд, все-таки одесский футбол и зрители теряют наше внутреннее ментальное восприятие одесского футбола. А вы разговаривали с Премьер-лигой по поводу аккредитации? И что? Мы аккредитованы как средство массовой информации, но, тем не менее, запрет на съемку игровой части, он остается со ссылкой на канал футбол, которым нужно договариваться в каком-то приватном порядке, не имеющем определенного реглана. Но вы пробовали договориться? Пробовали. Пока не достижил продюсер канала Иван Гресько. Ну, в общем, не можем... Давайте я запишу, я потом отдельно... Я думаю, мы решим этот вопрос. Гресье. Гресько. А, Иван. Ну, по поводу этой ситуации, что я могу сказать? Значит, в этом году, как никогда, клубы, будем говорить, заработают деньги. От продажи своих прав. Мы, в данном случае, отдали свои права телекомпании ТРК Футбол. Хотя у нас было предложение от плюсов, то есть 2 плюс 2. Если прокомментировать в общем, то я считаю, от этого выиграли все. Что два пула есть. Почему? Потому что ни один пул не смог бы транслировать все игры. А получается, что транслируется все. 2 плюс 2, да, было более заманчиво. Но, когда они вышли на нас, я сказал, ребята, а для кого этот футбол? Для болельщиков. А покрытие 2 плюс 2 в Одессе нет. У нас транслирует единственный канал Академия. Только после 8. Только после 8, но Черноморец его не транслирует. Почему, я, например, не знаю. Это их политика, коммерческая, какая там еще, техническая. Но Черноморец они не транслируют. Ну, во-первых, Кевалат, будем говорить, это номинально, но... Задайте вопросы. Вы в свое время сказали, что через Кубок наиболее короткий путь Киевра к Кубкам. Это было воспринято частью публики, значительно как шутка такая. А теперь ситуация изменилась. Как вы плачатно посмотрите? У меня ничего не поменялось. Я не думал, что это кто-то может воспринять как шутку. Хотя, так сказать, тоже для шутки, что мы в начале чемпионата выглядели так, что действительно, вообще казалось, что мы шутим. Но я думаю, что все поменялось. И мы не должны не серьезно к этому относиться, а наоборот, с полнейшей верой в то, что... Мы и так знаем, что это самый кратчайший путь, потому что это 5 игр и все. А возможно, даже 4. Выход в финал, это 99% что это дает Еврокубковое место. И мы в это очень верим. Но не только... Мы не только от всего отказались и думаем, что только кубок и все. Нет. Мы хотим быть на высоких местах, чтобы и в турнирной таблице, место, занимаемое нам в турнирной таблице, давало нам возможность играть в Еврокубках. В этом направлении идем. Еще есть вопросы, коллеги? Сергей Степанович, можно вот в контексте примера... Ну, во-первых, в скобках сажу, что я смотрел спокойно 2 плюс 2, ну, в цифре, правда. Ну, не в этом дело. Вы были сейчас на заседании последнем, где были выборы. Да. И вот тогда в этой связи, что... Я знаю, там возник вопрос о судействе, что как бы у нас судействие не сильно хорошо. Как вы смотрите, чтобы было на самом деле как там банк, или чтобы не зависели от федерации...